Добрый день, товарищи. Я младший сержант Шариф Уберсидин Абдулович. Подписал контракт на один год. Я иностранец. Я из Азии. Я сам специалист по неврологии. Я доктор-невролог. По тому, как видел всегда по каналам, что передают нужна помощь, я приехал сюда как врач. Ну, чтобы устроиться, скажем, на госпиталь. Вот. Я приехал сюда. Меня начали принимать. Сказали, да, все, окей, базар. Нет, мы тебя примем как доктора. Вот. Даже мы тебе офицерское звание дадим. То есть ты у нас будешь как офицер, там, прапорщик. Вот. Но, ясное дело, в конечном результате, когда меня приняли, меня приняли всего, наверное, всего, рядовым. На должность фельдшера. Вот. Хотя у меня 30 лет стажа работы по врачебной деятельности невролог. У меня даже есть дипломы Российской Федерации, кстати говоря. Вот. Ну, это все ноль. Они приняли меня обыкновенно рядовым. Ладно, приняли. Подписал я на год контракт. Вот. Ну, был там на передке, на всей этой фигне, на всем этом ужасе, как говорится. Все, как говорится, прошу все медные трубы воды, так сказать. Вот. Сколько раз обращался мне, чтобы дали мне этот, как его, отпуск в середине контракта не дали. И сейчас тоже не дают. На Увалы, как такое, тоже не пускают. Когда был на казачке я, мне даже на один день, даже на один день не дали. Вот. Увал, чтобы я побыл со своей дочкой, которая приехала аж с самой Азии на самолете. Вот. Вообще, это бессовестность, это я даже не могу понять от этого до сих пор. Так, и толком я ее нормально не видел. Внутри самой территории казачки, мне там минут 10-15 погалялякали, поговорили, и все, и уехал бедный человек. Роман даже обнять не мог бедную свою дочку. Вообще, ужас какой. До сих пор этот день вспоминаю, блин. Вот. Вот такая фигня, как говорится. Был я сначала, значит, в 87-м батальоне, в ВЧ 34-479, вот, там служил. Потом меня перекинули в 266-й батальон, в ВЧ 553-52. При перекидке меня, мои документы где-то потеряли, короче. И после этого меня скинули в Сача. Я уже второй месяц зарплату как таково не получаю, 50-100 рублей там где-то скидываю, и все, и на этом конец. Вот. То есть я сейчас в Сачах нахожусь. Не существую, типа, я теперь. Вот. Хотя я даже на один день на Увал не выхожу. Потому что мне некуда ехать. Если я на Увал выйду, куда мне ехать? До моего дома неделю надо ехать. Аж в Азию ехать все шутки, что ли. Я вообще иностранец. Я удивляюсь, почему они меня не увольняют. Сейчас у меня период, отпускной период уже. Мне я писать, начал рапорт писать, а мне некуда это... На каком основании? Я же в Сачах же. И все, у меня получается, как палка в двух концах, получается. Вот. Так, дальше что? И это... Ну, потеряли меня, да. Ну, хай, бывает, ну... Как говорится, человеческий фактор могут, да, потерять. Такое понятное дело. Все. Ну, извините за задержание. Мой контракт уже вот он. Все, конец ему. Сейчас у меня период отпуска. После отпуска я уже должен увольняться. Федеральный закон номер 53, статья 51 огласит о том, что иностранец, закончивший свой контракт, должен быть уволен. Они не увольняют, они даже сами свои законы не соблюдают. Почему так, я не могу понять. Это какой-то ужас. У меня, тем более, 11 детей. Я им говорю, у меня 11 детей, они мне говорят, извини за задержание, ты, когда проходил, подписывал контракт, ты знал, что у тебя 11 детей. И ты, уже имея 11 детей, ты подписывал контракт. Ты не мобилизованный, ты контрактник. А я говорю, я уже закончил свой контракт. Причем тут я, все, я свободен. Нет, ты не свободен. Ты должен, ты продолжаешь. Твой контракт, типа, прогревается. На каком основании? У меня нету даже гражданства российского. Нет, они не понимают. Это ноль для них, это как будто я стене говорю. Ну, человек отслужил срок. Все, иди, свободен. Нет, не пускают. Вот. А сейчас сегодня тему подняли, поедешь на передок. Я говорю, какой передок? Вы что, сдурели, что ли? Я юридически уже здесь даже не должен находиться уже. Все, свободен я. Вы уже, можно сказать, противозаконно меня здесь удерживаете. Нет-то они эндофени. Поэтому я вынужден уже обратиться на, это, ну, на, это, записать видеообращение. Я уже писал в прокуратуру, в следственном комитете, и в ФСБ, и в президенту. Куда только не писал. Все бесполезно. Ноль. Следственный комитет написал, и сегодня опять снова написал. Они мне говорят, мы приняли к сведению. Извините за выражение, я еще вам месяц назад писал. А результата никакого, ноль. Не понимаю я вообще, абсурд какой-то. Так что вот такая тема, товарищи. Если что надо, еще, может быть, вспомню, добавлю. Вот такая логика. Вот тогда. Редактор субтитров.